И всем привет! Начинаем новый влог. Должен он был начаться в парке. Мы хотели устроить сегодня пикник. Дети бы покатались на самокатах, потом бы мы чем-нибудь вкусненьким покушали. Какими-нибудь, знаете, домашними бутербродами с чаем, с фруктиками. Я бы повязала, понаслаждалась бы видом. Но у Барри сегодня ночью разболелись ушки. И мы в экстренном порядке поехали с утра в поликлинику. Гнойный отит буквально за ночь образовался. Она еще такая стойкая, потому что тихонечко так плакала. Хотя уж наиболее, это, конечно, тем более, когда гнойный отит. Так что мы сегодня остались дома. Мы с Варечкой будем тусить дома. Я немножко такая сбитая с толку. Врач сказал, что сейчас ходит вирусный такой отит. Очень, говорит, много обращений. Ну, знаете, вчера был ребенок еще абсолютно здоровый. Ничего не предвещало. Так что на выходные у нас тоже планы были. Ничего особенного. Очень хотелось бы прогуляться по центру. Давно не были. Посмотреть, как там что. Что там да как. Что поменялось. Ну, ладно, посмотрим. В принципе, ее особо ничего не беспокоит, кроме уха. То есть никаких других симптомов нет. И температуры нет. Поэтому посмотрим. Сегодня понаблюдаем. Я готовлю обед. Матвей уже сегодня тоже с нами. Все, мы на каникулах. Ура! Ура! Счастье! Каникулы. Не очень они у нас, конечно, начались. Прямо скажем. Ну, пусть это будет самое такое неприятное вообще во всей нашей жизни. Так, я варю, жарю обед. Совсем ни ПП, ни ЗП, ни как там ЖОЖ, ЗОЖ. Очень все вкусно будет. И, блин, нормально будет все. Как нас родители кормили, так и я кормлю своих. Жареные ножки, очень вкусные. И отварная картошечка. О, запотела сразу. И коктейльчики будут на десертик. По-модному смузи. Клубничка свеженькая. Бананчик сладенький. И чуть-чуть молочка. Сегодня будет такой, можно сказать, советский обед, который я ела, с удовольствием плетала за обе щеки. И никакой ЗОЖ с ПП мне даже в страшном сне не снился. Вот, да. Ну, ладно. Сегодня уже следующий день. Мы сходили на мультик. Домашние животные 2. Как тебе? О, с. Мне тоже еще понравилось. Мы смеялись, по-моему, больше, чем дети. Веселый такой, хороший мультик. Так, гармаш там очень прикольно озвучивал собачку. Вот. Такой семейный мультик. Прямо всей семьей можно сходить. Даже Варя целый мультик просидела, простояла. В общем, посмотрела. Мы сейчас зашли во вкус Вилл, как всегда. Вон, Коля, тащит сумочку. У меня такая же. Все-таки стараемся быть максимально зелеными, насколько это возможно. Будем стараться не забывать эту сумочку таскать с собой, дабы избежать большого количества пакетов. Я сейчас всякие бананы, огурцы, что-то там еще, помидоры. Кабачки. Кабачки. Ни в какие полиэтиленовые пакеты не засовывала, а просто так положила, мне их взвесили. И вот в эту сумочку и все. Вот. А еще я придумала, что я буду с собой таскать пакеты из Икеи. Многоразовые вот эти, ну вот, со штучками, чтобы в них взвешивать. Потом их сполоснула, и они опять очень пригодны для использования. Распакуй, что мы купили. Мы купили шпинат, завтра хотим сделать яйца со шпинатом на завтрак. Вот эти вот кефирчики у нас дети очень любят пить на ночь. Козье молоко я там беру, добавляю себе немножко в кашу и в кофе, если делаю. Крустики гречишные, дети очень любят. Вот эти чипсы из морской капусты поглощают просто с невероятной скоростью, очень любят. Но они действительно очень вкусные. И вот эти вот хлебушки тоже едят. Ну, клюква в сахаре, кто ее не любит, поднимите руку, я тоже люблю. Но Варя любит больше всех. Картошка варится, муж будет сегодня что-то делать. И перепелиные яйца, их любит и Варя очень кушать. И муж просто так, как в виде перекуса. Вот так вот я купила огурцы, просто без пакета. Бананы маленькие, они вкуснее, чем большие. Конечно, дороже, но реально вкуснее. Вот эта сумка, которую мы купили, две штуки. Будем стараться в них таскать продукты. Так, и, собственно, что еще? Лимон, вот так кабачок без пакета. Вот эти вот бедрышки без кости и без кожи. Может, они будут что-то с ними готовить вкусненькое, покажу. Так, рыбку. Очень хочется запечь рыбку в духовке с овощами. И поэтому я купила треску. Будет на неделе у меня такое блюдо с кабачком. Вот овощи. Единственное, что я положила, это груши. Вот для таких продуктов многочисленных. Я буду таскать вот эти пакеты. И потом, когда они будут из строя, будут такие икеевские на замочке. Знаете, такие используются. Вот это мои любимые пельмени с треской горбушей. Очень их люблю. Вкусные. Обожаю с рыбой. Все. И салат Романо. Очень люблю этот вид салата. Айсберг и Романо мои самые любимые. И брокколи. Брокколи с картошкой очень хорошо сочетаются. Стараюсь детей разными способами уговаривать есть брокколи. Получается, сын уже более обдуманно подходит к своему рациону. И даже если ему что-то не нравится, я говорю, Матвей, это очень полезно. Это нужно кушать. И он так, в общем, пытается это есть, либо не есть. Когда я говорю, что это не стоит, это вредит здоровью. Ты же понимаешь, он прислушивается. До Варе пока сложно достучаться. А если вкусно, она типа, что? Чего нельзя-то? Ну, конечно, мы стараемся сами не покупать. Но бывает такое, что нам дарят, приносят. И они куда-то выходят, видят что-то интересное, сладкое. Конечно, мы как не до конца, возможно, такие правильные родители, знаете, которые не кормят сладкими и всякими вредностями. Мы позволяем. У нас есть такие вот слабости к детям. Мы позволяем им есть вредности. Но с умом, короче, тоже с умом стараемся подходить. В общем, не знаю, в этом мире такого большого производства всего и потребления так сложно держать себя в рамках. К тому же все эти вредности, они порой гораздо дешевле, чем какие-то полезные продукты. И они все такие, знаете, яркие, специально созданные для привлечения детского внимания. Очень сложно родителям устоять. Я вот прекрасно понимаю, что ну очень сложно устоять. Я даже маме своей говорю, мама, ну зачем ты купила там вот это, вот это? Но она же призывает, понимаете, призывает купить это ребенку. Она такая красивая, такая яркая. И ребенок, получается, он так радуется этой конфете, этой мармеладу, этим каким-то там шоколадом, каким-то вот этим вкусностям химическим. Вот. И, конечно, он больше радуется, чем огурцу, понимаете, там брокколи, каким-то вот полезным вещам. И некоторые говорят, вот я не даю пробовать, и поэтому не приучаю и так далее. Ну, вы представляете, ребенок живет в таком вакууме, он ничего не пробует, не пробует, потом первый раз попробует, у него будет вкусовой взрыв. Я не думаю, что он скажет, фу, какая гадость. Да вряд ли. Если это будет сладко и вкусно, да, конечно, он захочет еще. Вот. Мне кажется, наоборот, нужно приучать постепенно, что да, это вкусно, но ты должен понимать, что это вредно, что не стоит этого кушать много. Можно попробовать вот это, можно попробовать вот это, но обжираться этого не стоит, потому что это лакомство. Это не еда, это не еда, это такое вот блажь, развлечение, и от этого ты не насытишься, ты не получишь пользы. Это просто вот немножко, так скажем, получить чуть-чуть вот этого вкусового удовольствия, и все. И ограничивать себя в этом. Да, жизнь боль, короче. Вы посмотрите, какая красота ждет нас на ужин. Буся, так, папа, ваши ноги вошли в кадр. Буся, ты чувствуешь, что уже что-то вкусное, да, крутишься тут рядом. В общем, это курица в соусе тиреяки с овощами готовит Николай. Вот, смотрите. А ты мне знаешь, сейчас, Калюнь, кого напоминаешь? Знаешь, пивоваров таких вот, знаешь, которые в Баварии такие. Ях-ха-ха-ха! И в Баварии вам тарана, встал сегодня очень рада. Вот такая вот вкуснятина. И еще будет свежий салатик. Теплый салат. А, теплый. Да, с цитрусовой заправкой. Еще раз. Теплый картофельный салат с цитрусовой заправкой. Ёлы-палы. Так, мы сегодня будем опять много есть. И, возможно, что-то пить. Ну, а как же без выпить? Бокальчик сухого как раз на какие-то упавшие от давления мозги. Очень хорошо подействовать, я так чувствую. Я вообще свалюсь в судок. Так неэстетично сейчас лежу. Вся в мотках, в ежедневниках. Смотрю YouTube. И вот довязываю, довязываю. Видите, закрываю уже рукавчик. Остался еще один, и она будет готова. Моя футболочка. Я невероятно рада, потому что у меня еще осталось даже на свитер, мне кажется. Мне очень хочется еще вот такого же варианта, но свитерочек. Простой, но вот такой кушистый и чуть более объемный, чем футбол. Потому что футболочка, она такая у меня получилась по телу. Но я, конечно же, вам все примерю и покажу чуть попозже. И сюда меня озабочу. Я официально заявляю, что я отказываюсь готовить больше в этом доме, потому что у меня муж готовит лучше, чем я. И вкуснее. Он приготовил теплый салат, совершенно гениально. И курицу терияки тоже супер. Вот. Так что, Мотя, понравилось? Так что ты доешь до конца, да? Да, все. Ой, да. Они готовы есть сосиски, макароны. И что еще? И рис с кукурузой. Не, все, ничего. Да? И пиццу еще. Субтитры сделал DimaTorzok